Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И как всегда свой обзор я хочу начать с потерь российских оккупантов на фронте в Украине. За последние сутки российские освободители потеряли ровно 800 своих военнослужащих. А всего же с начала войны, с 24 февраля, в Украине погибло 125 510 российских воинов. Как вы видите, ожесточенная война продолжается. Наступил 12 месяц ведения войны и скоро приближается дата 1 год военных действий России против Украины. Потери колоссальные, успехов никаких Путин не имеет. Что будет дальше, никто не знает. Даже сам Путин. Но мы будем биться, пока последний российский солдат, живой или мертвый, не исчезнет с украинской нашей матушки земли. Аминь. А вчера американская компания Lockheed Martin, которая производит легендарные истребители F-15, F-16 и другие, сообщила, что она готова увеличить производство до необходимых объемов. Так как полагает, что в ближайшие полгода Украина получит один из данных истребителей. Это или F-15, или F-16. Все дело времени. Поэтому к этому знаменательному событию нужно подготовиться уже сейчас. И данная корпорация начинает готовиться. А в это время враг пытается совершать прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. А в направлении Марьинки, Углидара и Павловки враг пытается вести еще более активные действия. И именно в этих трех направлениях враг буквально за сутки совершил 28 штурмов, 264 обстрела. Потеряв убитыми только на этом направлении 141 своих военнослужащих. И ожесточенные бои на этих всех направлениях продолжаются и ночью, и днем. А в это время правительство Польши заявило, что оно передаст в ближайшее время не только 14 танков Леопард Украине, но и 64 танка модернизированных РТ-91. И Польша стала первой страной, которая передаст Украине более 250 различных танков различных модификаций. И как мы подсчитаем, в ближайшее время она передаст не менее 74 других различных танков. А в это время вчера в Генштабе сообщили, что вооруженные силы Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников. В рамках своего проекта «Армия дронов». И для этих целей уже отобраны самые профессиональные военнослужащие вооруженных сил Украины. Которые и возглавят эти ударные новые роты. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже йде. До новых встреч в следующем обзоре.